Здравствуйте, с вами Руслан Шевченко, политический аналитик, доктор истории. И сегодня мы поговорим с вами на тему о реформе высшего образования. Зачем нужна ликвидация вузов на самом деле и академических институтов? По существу ликвидация академии. Как мы помним, 28 июля была опубликована приказ министра образования о существенной реорганизации системы высшего образования в нашей стране с ликвидацией некоторых высших учебных заведений, в частности Академии Публичного Управления, Аграрного Университета, Тираспорского Университета, некоторых других вузов и, что еще более важно, но почему-то этому уделяется значительно меньше внимания, всех академических институтов. Все эти вузы переводятся либо под крышу Госуниверситета, как Академия Публичного Управления, или Тираспорский Университет, либо Аграрный Университет под крышу Технического Университета. То же самое в своем большинстве происходит с остальными академическими институтами. Большая их часть тоже уходит под Государственный Университет. Формальная цель, формальный мотив – это повышение качества образования, так как, видите ли, в стране мало студентов, и содержать их на государственные деньги невыгодно. Приходится тратить, осуществлять значительные расходы, которые ни перспективны, ни продуктивны. Поэтому решено было просто объединить несколько вузов с тем, чтобы, как они объясняют, улучшить качество образования. Излишне говорить, что это демагогия. Потому что в условиях, когда огромное количество преподавателей вузовских, в ликвидируемых вузах, просто уйдет в никуда, они доработают по контракту до конца будущего года, и остальные затем будут выброшены на улицу, за исключением тех, кого кое-как подберут упомянутые вузы, тот же технический университет, тот же госуниверситет. Никакого повышения качества образования, естественно, в условиях, когда сотни и тысячи педагогов, между прочим, многие со степенями, и профессорскими прочими титулами, будут выброшены на улицу, никакого повышения качества преподавания, разумеется, не будет и не может быть. Демагогия о том, что якобы это позволит укрепить материальную базу вузов, прикрывает, на самом деле, совершенно другие задачи. То же самое касается и академических институтов, которые прикрепляются по существу госуниверситету. Их судьба становится неясной. Точно так же, как и упомянутые вузы, их работники доработают по контракту до конца будущего года, после чего их тоже выбросят на улицу. Остается следующий вопрос. Зачем все это нужно на самом деле? Ведь вовсе не для того, чтобы укреплять качество образования. Эта цель самая последняя из тех, которая преследовалась нынешней властью в данном случае. Совершенно другая цель, реально. Эта цель захват зданий, так как это неоднократно осуществлялось в 92-х тысячные годы. Это захват земель, на которых эти здания находятся. И это захват оборудования, и затем успешная перепродажа этого оборудования. А оборудование там на десятки миллионов, сотни миллионов, а может быть и миллиарды лей. Никто эту цифру никогда не подсчитывал. Таким образом, власти могут сразу колоссально обогатиться за счет миллиардов полученных от проданных, таким образом, зданий, территорий и оборудования, которые там находятся. Ну и избавиться от лишних ртов, которые приходится кормить за счет госбюджета, потому что эти вузы пока еще государственные. Таким образом, эта конкретная цель, которая пока тщательно маскируется, очень скоро выйдет наружу. Или в будущем году, или как минимум самое позднее, через год. Но основная цель остается неизменной. С тем, чтобы продать земли, продать здания, продать имущество, таким образом, будет нанесен сокрушительный удар по молдавской науке. Наука потеряет огромное количество специалистов, которые потом восполнить не удастся. Эти люди в большинстве своем мире останутся без работы, и большинство из них никогда, скорее всего, не найдет работу. Либо эти люди будут вынуждены найти себя в других отраслях, или кое-как, очень незначительная часть, все-таки найдет себя в возах. Но большинство из них, конечно же, будет вынуждено перепрофилироваться, или уехать из страны. Таким образом, будет нанесен сокрушительный удар по молдавской науке, по молдавским ученым, по возможностям развития молдавских научных направлений. Потому что теперь мы теряем тысячи и десятки тысяч кадров, не говоря уже о зданиях и имуществе. Все это, естественно, позволит уже новым властям прибрать к рукам все эти здания. Там будут размещены, скорее всего, те конторы, те структуры, которые выгодны уже нынешней власти. Они будут платить за аренду, либо они будут перепрофилированы, а многие, несомненно, даже снесены. Таким образом, в стране создастся слой новых олигархов, которые разграбят имущество всех этих упомянутых вузов, которые, кстати сказать, объединены весьма топорно, что общего имеет технический университет и аграрный университет. Ничего общего. Тем не менее, эта глупость все-таки реализуется. Вопреки протестам, подчеркнем, протестам всех президентов страны. Это совершенно неслыханный казус, чтобы все пять президентов единогласно выступили категорически против. Таким образом, можно сказать, что страна подходит к катастрофической для развития нашей науки, нашего образования, чертега, за которой произойдет не повышение качества, а стремительное падение качества образования, разрушение научного потенциала и потеря десятков и тысяч ученых, потеря нашей науки, потеря значительной части высшего образования вообще. Именно эта цель, неофициально, преследуется действующей властью. И пока еще не поздно это нужно осознать, чтобы остановить этот преступный проект. Подписывайтесь на мой канал и напишите, что вы обо всем этом думаете.